Женщины репродуктивного возраста сильно зависят от состояния и цикличности выработки гормонов. Это можно посмотреть как на таком уже устаревшем методе кольпоцитологии по состоянию эпителия, влагалища, плоского эпителия. Так можно и кольпоцитология практически не используется, может быть только у девочек, чтобы не травмировать взятие из вены крови. А более точный метод диагностики гормонального состояния, конечно, определение самих гормонов в венозной крови. Ну, помимо того, что в течение цикла сам эндометрий вид изменяется. Вот тут схематично это все понятно показано. Ну, и в репродуктивном возрасте и эпителий тоже имеют свои особенности. Ну, вот тут нормальная картина эпителия в течение цикла. То, что будет видно в микроскопе после окрашивания, вот будут клетки таких цветов при окраске по Папа Николау. Так называемый Пап-тест. Базальных и парабазальных клеток практически... Базальных не будет, а парабазальных практически не будет. Будут поверхностные в середине цикла и промежуточные клетки. Ну, вот фотография с сайта. Я ссылку оставлю в описании. Это иностранный сайт, американский. Довольно все подробно. Тут Google-переводчик. Подробно по всей тематике, по педиатрии, по нейронологии, по порокам развития. Ну, грубо говоря, самый полный сайт по сбору информации библиотека по кушерству, гинекологии и педиатрии. И вот строение, химиотичное строение эпителия цервикального канала и влагалищной порции шейки, матки и самовлагалища. Плоские эпители, вот здесь он такой, его называют, как бы перевод, чешуйчатые эпители плоские и цилиндрические, которые находятся у девочек в самом цервикальном канале, тут называют столбчатые. Ну, так перевел Google. И впоследствии цилиндрические эпители выходят за пределы цервикального канала. Дальше, так называемая, появляется зона трансформации, где наслаивается плоский эпителий и цилиндрический замещается по плоским. И уже цилиндрический, подавляющее большинство женщин цилиндрический уже становится невидимым, он уходит как бы внутрь цервикального канала и вот остается только, видимый остается только плоский эпителий. Вот схематически тоже с того же сайта клетки эндометрия, клетки столбчатого или цилиндрического эпители и плоского. Вверху фотография эктопии шейки матки, это бывает в норме у довольно малого количества женщин. Вот так выглядят цилиндрические эпители, так выглядят плоские. Здесь видно четкая граница плоского и цилиндрического эпителия. Здесь вверху уже рожавшая женщина. И вот так это выглядит в микроскопе, цилиндрические эпители, вот справа. Вот так в стороне ядро и в околе. Цилиндрические эпители, его функции вырабатывания слизей, защитные, в общем-то, ну и больше никаких функций. Вверху такая дорожка эритроцитов. И вот как выглядят плоские эпители на разных стадиях созревания. И поверхностные клетки видны, и промежуточные. Видно палочковая флора. Вот здесь тоже схематически, как клетки окрашиваются по Папа Николау на протяжении цикла менструального. Ну и тут вот видно, как выглядит эпители у женщины в репродуктивном периоде, как он дифференцируется и созревает, как он везде изменяется. Вот обильная палочковая флора лактобактерий. Видно клетки с маленькими ядрами, пикнотическими, и видно лизис, цитоплазмы, голые ядра, которые, грубо говоря, обглодали вот эти лактобактерии. Потому что клетки промежуточного эпителя содержат гликоген, и вот он сильно нравится лактобактериям. Вот здесь тоже слева фотография тоже видна разный размер ядер. Здесь слева внизу женщина в менопаузе. У нее уже эпители не подвергаются дифференцировке, и уже прекращается созревание эпители, эпителиальных клеток. И справа эпители у ретро-мужчины, грубо говоря. То есть, когда у женщины засыпают гормоны, ее цикл выравнивается, то есть никаких циклических изменений с эпителем не проходит, и с организмом тоже, то вот у нее эпители невозможно даже отличить от мужского эпителем плоского. Ну и у девочек тоже маленьких тоже никаких изменений с эпителем не будет. Тоже будут клетки парабазального, такой атрофический тип мазка, так называемый. Это просто фотография с сайта американского. Очень хорошо и подробно и понятно все написано. Вот по поводу цитолера голое ядеро, когда видны микроскопы. Вот, кстати, влияние противозачаточных препаратов. Симптом папоротника на пике овуляции в середине цикла. Еще такой. Цервикальная слизь. Соли цервикальной слизи, вот, когда высыхают на стекле, имеет такой внешний вид. Ну, это эпители у женщины именно на паузе. Хорошо. 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 Продолжение следует...